Фляга Здравствуйте! Решил снять небольшой обзор на флягу от компании Вилдо. Флягу эту вы сейчас видите на своем экране, а название тоже сейчас появится на экране. Итак, начнем с общих характеристик. Самая главная характеристика любой фляги это, конечно же, объем. Объем этой фляги составляет, точнее заявлен, 750 миллилитров. Ну и действительно, я проверил, сюда отлично влезает 750 миллилитров и даже чуть-чуть больше. То есть, с объемом фляги нас не обманывают. Тут все правильно. Вес фляги тоже немаловажная характеристика. Фляга весит всего 80 грамм. То есть, фляга весьма и весьма легкая. А за счет чего это достигается, об этом чуть позже. Общие размеры фляги. По высоте фляга примерно 20 сантиметров. Плюс-минус, потому что померить точно я не совсем понимаю, откуда считать. Так что несколько миллиметров я могу ошибаться. В несколько миллиметров. По ширине где-то в районе 11 сантиметров. А по толщине где-то в районе 5 сантиметров. Ну, сами понимаете, здесь толщина неравномерная. Очень важная характеристика для многих это диаметр горлышка. Внутренний диаметр горлышка, внутренний повторю, составляет 21 миллиметр. Чтобы было более наглядно, это чуть-чуть больше, чем в обычной пэт-бутылке. То есть, крышка от пэт-бутылки сюда не налезает. Проверял. Ну, не хватает буквально чуть-чуть. Ну, раз мы её открыли, давайте посмотрим комплектацию. Итак, что у нас в комплекте? Сама фляга. Крышка. На вот таком вот пластиковом креплении, по сути, это такое крепление не потеряшка. Но тут проблема в чём? Вот это пластиковое крепление, оно довольно хлипкое. Особенно, если сравнивать с другими флягами, например, с финской военной флягой, которую я недавно обозревал. Там действительно крепление-то крепление. Здесь оно весьма хлипкое. Но, впрочем, надеюсь, проживёт. Крышка не имеет никаких уплотнительных резиновых уплотнителей или силиконовых уплотнителей. Всё держится исключительно на резьбе. Резьба, ну, обычная такая резьба. Не могу сказать, что она какая-то сверхнадёжная, но, тем не менее, холодную воду держит отлично. Холодную воду держит отлично. Горячая вода, тем более под давлением, конечно, может и немножко протравливаться. Ну, и ещё один важный элемент комплектации – это карабинчик. Вот карабинчик мне действительно понравился. Очень классный, качественный карабин. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что я буду его использовать. И что мне не нравится в случае с карабинами на фляге, так это вот это. Постоянное дребезжание. Весьма такая сомнительная идея с карабином на фляге, если честно. Ну да ладно. Дальше. По дизайну. С дизайна тут очень интересная вещь. Так, закрою, чтобы не мешало. Дело в том, что некоторые продавцы заявляют, что дизайн здесь очень продуманный. И, в частности, ссылается вот на эти. Да, вот такая апельсиновая корка. Называют это защита от скольжения в руке. На самом деле, вот эта штука, это чисто дизайнерский ход. От скольжения в руке она никак не помогает, так как вот эта апельсиновая корка, она абсолютно гладкая. Такая же, или даже более гладкая, чем основная часть фляги. Но за счёт небольшой толщины фляга в руке удерживается удобно. С этим проблем нет. По качеству изготовления и по материалу, из которого изготовлена фляга. Когда я приобретал эту флягу, я в первую очередь ориентировался на те чашки, которые были... Те чашки от компании Вилда, которые ранее у меня были приобретены, которые по качеству меня более чем устраивали. Ну, покажу пример. Например, вот такая вот. Пользуюсь аналогичной. Очень удобная вещь, просто замечательная. И я рассчитывал, что фляга по качеству будет точно не хуже. Но тут в чём загвоздка. Дело в том, что оказалось, что у компании Вилда разные виды посуды производятся из разного пластика. Смотрите. Вот эта чашка. Смотрим на обозначение. Фокус. Видим. Пятёрочка, да? Это у нас один вид пластика. Смотрим сюда. И что мы видим? Двоечка. Я вам даже более того скажу. У Вилда есть ещё складные чашки, да? Очень популярные, очень известные. Так вот, смотрим сюда. И что мы видим? Семёрочка. К чему это? К тому, что все разные виды посуды у компании Вилда производятся из разного пластика. Так, фокус. Фокус. Более того, я не исключаю, что не только пластик разный, но и производители по факту тоже разные. Производства разные. Ибо, если вот эти чашечки сделаны ну просто идеально, придраться не к чему, то с флягой история немножко другая. Фляга, кстати, по качеству двоечка, это вполне себе неплохо на самом деле. Это пищевой пластик и термостойкий пластик. То есть, сюда можно наливать и горячие напитки. Без вреда для здоровья. Естественно, что любой пластик, он относительно безопасен. Но, тем не менее, это хороший пищевой пластик. Так вот, что касается этого пластика. Тут очень важный момент. Помимо самого пластика, его толщина на стенках. Здесь толщина на стенках очень и очень незначительная. Фляга, откровенно говоря, тонкая. Она без труда прогибается в любом месте. Вот, надеюсь, на камере будет сейчас видно, да? Можно и здесь прогибать. Здесь вообще очень мягкая. Вот именно за счёт низкой толщины стенок и достигается необыкновенная лёгкость этой фляги. Но в то же время теряется её ударопрочность. Боюсь, что наполненную флягу абсолютно нельзя ронять на крепкие покрытия. То есть, если, например, швейцарскую флягу М84 уронить случайно на пол, то пострадает только пол. А вот если эту флягу уронить на пол, то боюсь, что фляга может треснуть по шву. Тем более, что качество литья, честно говоря, оставляет желать лучшего. Посмотрите на это дно. Это дно, это действительно дно. Во всех смыслах этого слова. Как вам качество литья для шведского производства, да? Так себе, честно говоря. И здесь шов очень такой яркий. Даже эта апельсиновая корка местами она с небольшим браком. Такими заусенцами некрасивыми. Короче, не ожидал я такого качества. Невысокого, мягко говоря. Вот такого бренда, как Вилдо. Это был неприятный сюрприз. Ладно, переходим к следующему моменту. К запаху и к привкусу. К холодным напиткам. Кстати, изначально у фляги есть небольшой запах. Но он очень небольшой. Я бы сказал, даже незначительный. И в случае, если вы используете эту флягу для холодных напитков, то проблем не возникает. Запах, может быть, чуть-чуть от пластика и есть запах. Но он крайне незначительный. Другое дело, если вы попытаетесь использовать эту флягу с горячими напитками или с горячей водой. Здесь появляется и значительный запах, и довольно серьезный привкус. Особенно если вода, теплая или горячая вода, находится в этой фляге значительное время. И это явно минус. Я ожидал лучшего показателя. И что еще можно добавить? По цене. Я данную флягу приобретал за 8 долларов. Ну, плюс-минус, потому что курс у нас плавающий пока. Видел, что в России ее пытаются реализовать за цену где-то в 2-3 раза больше. Да, то есть разброс цен очень большой. За 8 долларов я еще, как сказать, можно сказать, что я и не жалею ее приобретение за 8 долларов. Но, боже упаси вас приобретать эту флягу в 2-3 раза дороже. Ну, не стоит она того, понимаете. Качество, материалы, тут ничто не дает права назначать на нее высокий ценник. Это очень средняя по качеству фляжка. Вот так вот. А, еще один плюс забыл упомянуть. Эта фляга, в отличие от обычной, всем известной советской, может стоять на гладкой поверхности. Только поверхность должна быть абсолютно гладкой, потому что дно здесь выполнено криво. Ну, вроде все. Нет, не все. Одно небольшое дополнение. Приятное дополнение. К этой фляге, как видите, замечательно подходит обычный чехол из-под обычной советской армейской фляги. Подходит просто замечательно. Можно сказать, даже идеально. Как под нее и сделано. Мелочно, приятно. Вот на этом точно все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...